Если говорить о жасминке, здесь надо готовить проект развития жасминки с решением проблем, которые накопились. Начиная от переезда и заканчивая теми же дорогами, водой и поликлиникой. Поэтому и канализации. Поэтому давайте мы посмотрим те вопросы, которые можно решить не откладывая, а дальше обсудить темы, которые требуют уже и проектирования затрат, и выйти на проектирование развития поселка. Поселок развиваться будет. Что касается спортсооружений, все равно нам эти работы уже нужно будет вести на будущий год, как погода позволит. То есть в лето. У нас время с вами немного есть. Мы решим это все. Я надеюсь, потому что дети – это наше будущее, а для детей ничего нет. А еще можно? Спасибо большое. По поводу собак. Они нас просто запланили. Наши дети в опасности. Они нас закусают. Дурстрой прислал ответ, что они отловили три собаки. Но если вы их отлавливаете, вы позвоните тем людям, которые вам написали, мы вам покажем, где они сидят. Их 15, 19 маленьких утят, 15 подрощенных собак. Я могу вас отвезти, вот прям сантиметр. И вы сами все увидите. Прямо на детской площадке. Они их просто все едят зимой. Этот вопрос надо как-то решить. Во-первых, когда мы говорим о поселках, здесь все-таки власть должна чувствовать проблему. Но это вопрос, что еще можно решить. Вопрос можно. Вот у нас в Жасминку ходит одна маршрутная такси. Больше ничего. Ни трамвая, ни троллейбуса, ни автобуса льготного. Мы, льготники, не можем воспользоваться своими правами по льготному талону. Ну, я обращалась и к депутату. Ну, как-то можно этот вопрос решить. Вопрос в транспортном сообщении тоже берите на контроль. Вы задумайтесь. У нас Жасминка, Жасминка, почистенность населения, как райцентр Лысый Гор. Понимаете? Поэтому вы просто осознайте, что микрорайонами, поселками надо заниматься. Там должна быть инфраструктура, значит, система управления. И, конечно, и транспорт должен сюда приходить. И потом у нас право и возможности жителя города должно быть одинаково. Независимо от того, что проживает он в Жасминке, проживает он на проспекте Кирова. Понимаете, о чем речь идет? А так получается, у него право есть на льготный проезд, но его воспользоваться не может. Давайте, готовьте все эти предложения. Много очень домов погорелых рядом с домами жилыми. Уже много лет стоят, дома горят. Бомжи лазают, поджигают, горят дома. Как-то решить вопрос, чтобы не проживают, убрали. Почистили немножко погорелые дома. Это частный сектор. Понятно, но в любом случае, если дом находится в аварийном состоянии и могут дети залезть, или может этот дом создать проблемы с соседям, они же погореть тоже могут. Если туда залазивают социальные элементы, там начинают что-то об этом. Поэтому это надо обсуждать и смотреть. И с частниками надо разговаривать, с владельцами этого земельного участка, чтобы они это освобождали и приводили в порядок. Как вы хотите. Речь о чем идет? Вот они должны решать те проблемы, которые могут, могут, а не могут. Мэр должен решить те вопросы, которые ему по силам. Тот же водовод, о чем только что сказали. Его надо брать на баланс. Надо смотреть, чтобы он работал эффективно и не сносил эти новые дороги. Это тоже ему нужно понимать. А там, где нужно, я помогу. Но работать надо более эффективно. Насчет переезда железнодорожных. У нас очень там часто он стоит, машины стоят, особенно утром, как раз едут люди на работу, в пробках. До Сокола стоят машины. Надо что-то... Нельзя ли как-то... Три километра. К Поливановке. Через Поливановку или как-то. До Поливановки, три километра, до Поливановки. И все, и у нас проблема будет решена. Будет объездная дорога. Скорые проезды не могут. Смотрели, дорогу. Скорые часами ждем, только вот говорят. Как вариант. И сейчас тоже занимаемся, чтобы ее спроектировать. Но на самом деле потребность проезда через переезд просто колоссальная. Это самое... Ну вот смотрите. Во-первых, если легче сделать выезд на Поливановку, три километра, сделаем давайте. А путепровод закажем проектирование и тоже сделаем. Вот и все. Надо делать и одно, и второе. У меня просьба. Давайте мы поселку уделим внимание, это раз. Во-вторых, вы проведите встречу, а я приеду второй раз. И те вопросы, которые можно решить, берите на себя. Район пускай берет на себя то, что он может решить. А то, что не можете решить, давайте адресуем губернатору, вот вице-губернатор здесь присутствует, и мне. Понимаем, о чем речь идет? Но только не откладываем.